Снижение числа зарегистрированных преступлений на фоне кадрового некомплекта в полиции. В МВД Республики продолжают подводить итоги 2013 года и определяют важнейшие направления работы в 2014. Избавиться от нехватки участковых, вывести систему «Безопасный город» на новый уровень развития, хотя бы отчасти решить проблему пьяной преступности. Такие задачи стоят перед полицейскими МРИЛ в нынешнем году. Подробности в следующем сюжете. Встреча с журналистами министр внутренних дел Республики Вячеслав Бучнев начал с подведения итогов года. Позитивная тенденция – снижение числа зарегистрированных преступлений чуть более чем на 13%, в том числе тяжких и особо тяжких ограблений, краж и автоугонов. При этом тревожный факт – более 40% всех преступлений совершено под воздействием алкоголя. Эта цифра растет. Попытки руководства полиции закрыть наливайки и дополнительно ограничить продажу алкоголя пока не находят понимания со стороны муниципальных властей. Я хочу сказать, что эта работа у нас на контроле. Мы с прокуратурой в этом вопросе работаем. Та информация, которая необходима для принятия профилактических мер или принятия на законодательном уровне нормативных документов в рамках Республики, она на сегодняшний день по ведомствам нами отправлена. Я думаю, что мы работу будем продолжать и с органами местного совправления, и с государственным собранием, с депутатским корпусом. Потому что так или иначе вопросы, связанные с употреблением алкоголя в республике, нужно решать. Еще одна проблема, стоящая сегодня перед министерством – нехватка квалифицированных кадров. В первую очередь участковых, уполномоченных полиции. С вступлением в силу федерального закона о полиции усилились требования к кандидатам на должности участковых. Помимо состояния здоровья, проверки на детекторе лжи и психологической готовности к такой работе, участковый сегодня должен иметь и высшее юридическое образование. Отсюда дефицит. Вакантной остается 21 должность участковых. Только в Ежкар-Оле не комплект составляет 12 сотрудников. Подобная ситуация и в районах республики. Если говорить о Медведево, то необходимое количество участковых, вот по нашим расчетам, 25 штатных единиц должно было бы быть в Медведево. На сегодняшний день 17, из которых фактически работает 11. То есть мы должны понимать, что часть участковых там женщины, которые на сегодняшний день находятся в декретном отпуске. Несколько участковых выполняют задачи, как и все в других регионах. В том числе в Северо-Кавказском регионе на обеспечение охраны общественного порядка. Вот сейчас в Сочи. И в итоге фактически работают 11 человек. Такая же ситуация и в ГИБДД. Там не хватает около 50 сотрудников. Кадровые проблемы в МВД обещают решить в течение ближайшего полугодия. Хорошим подспорьем полицейским станет дальнейшее развитие системы «Безопасный город», которой отныне будет заниматься отдельное учреждение. Образована организация «Безопасный город», которая будет осуществлять координацию и развитие, и все, что связано с этим направлением деятельности в целом по республике. Сегодня централизованная система видеонаблюдения действует только в Йошкар-Але. В задачи новоиспеченной организации входит ее создание и развитие и в других районах Мариел. В первую очередь в Волжске и Звенигове. Более подробно об организации «Безопасный город», ее задачах, планах и целях смотрите в ближайших выпусках телепрограммы «Регион-12». Частное издательство «Телерадио» выпустило в свет подарочное издание стихотворений Леонида Маркелова «Надеюсь, образом чудесным». Альбом иллюстрирован работами фотохудожников Валерия Кузьминых и Петра Васильева. Заявки на приобретение книг принимаются по телефону 42-28-28. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова